Привет, добро пожаловать на канал Девайс. Сегодня я расскажу о сборке мощного игрового компьютера за 100 тысяч рублей. Вряд ли я кого-то удивлю утверждением, что в игровом ПК первую скрипку играет видюха. И тут, казалось бы, надо перебрать кучу вариантов, взвесить все за и против и сделать осознанный выбор. Оптимальный по соотношению чего-то к чему-то. Но нет. К счастью, в сборке за 100 тысяч на почетное место главной железяке всего один претендент – графический ускоритель RTX 4060 Ti с 16 гигабайтами видеопамяти на борту. Эту карточку можно взять примерно за 48 тысяч рублей. Можешь спросить, а как же конкурирующая контора, которая AMD? А никак. Я честно пытался впихнуть в еще не собранный компьютер RX 7800 XT, но с красной карточкой ничего не вышло. Или сборка несбалансированная получается, или общая стоимость железа выползает за рамки бюджета. Впихивал, впихивал, ни в какую. Так, стоп. Много текста не по теме, возвращаюсь к RTX 4060 Ti. Эта двуслотовая дискретная карточка с интерфейсом PCI-Express 4.0 поступила в продажу 18 мая 2023 года. Архитектура Adalaflase. Видеопроцессор AD106. Тактовая частота чуть больше 2300 МГц. В бусте чуть больше 2500. TDP 165 Вт. Длина референсной версии 240 мм. Стоимость на данный момент, как ни странно, почти не отличается от цены на старте продаж. А еще эта видюха вытягивает все или почти все на ультрах, Full HD и 2К. Разве что в 4К придется искать компромиссы между фреймрейтом и качеством графики в самых требовательных ААА тайтлах. Впрочем, о производительности поговорим ближе к концу выпуска. Для эффектного финала я приготовил игровые тесты, они скажут о производительности карточки в гейминге больше, чем тысяча слов. Ссылки на все железо из этой сборки ищи в описании под видео, они ведут на лучшее предложение комплектухи в надежных магазинах. Там ты сможешь и цены уточнить, и со спецификациями ознакомиться, и отзывы пользователей почитать. В пару к зеленой карточке я подобрал красный камень Ryzen 7 5700 X3D. Обойдется он около 21 тысячи рублей. Этот восьмиядерный 16-поточный процессор под сокет AM4 выпущен в январе 2024 года в качестве логичного дополнения серии X3D. Характерная черта этих камней – увеличенный размер кэша третьего уровня, что дает преимущество во многих игровых сценариях. Да и в целом производительности этого проца более чем достаточно, чтобы составить прекрасную пару видюхи RTX 4060 Ti в гейминге на ультрах во всех разрешениях. Что еще? Множитель у Ryzen 7 5700 X3D заблокирован, встроенной графики нет. Базовая тактовая частота этого проца составляет 3 ГГц, в турборежиме 4,1 ГГц. Паспортный TDP 105 Вт. Да, кстати, размер кэша третьего уровня у 5700 X3D достигает целых 96 МБ. У Core i5 12600К, который тоже претендовал на место в сегодняшней сборке, всего 2. Интересуешься железом для гейминга? Добро пожаловать на канал Девайс! Подписывайся, лайкай видео, общайся в комментариях. В общем, чувствую себя как дома. К процессору AMD Ryzen 7 5700 X3D я взял материнку Gigabyte Orus Elite на чипсете B550. В магазинах эту плату с форм-фактором Micro ATX можно купить примерно за 11 тысяч рублей. Материнка поддерживает DDR4 с частотой 3200 МГц без разгона и до 4733 в разгоне. Максимальный объем памяти 128 ГБ. Слотов под оперативку 4, слотов М2 пара штук. В общем и целом материнка нормальная, только биос лучше со старта обновить. На платах, которые продают по цене около 11 килорублей, стоит старая, сырая, местами очень проблемная прошивка. Для обновления понадобится только плата, блок питания, флешка с прошивкой и волшебная кнопочка Q Flash Plus. Она прячется возле портов SATA. При этом сам файл, скачанный с офсайта Gigabyte, можно обзывать любыми нехорошими словами. Главное, чтобы латинскими буквами и с расширением BIN. Присоединяйся к моему каналу в телеге, там ты всегда найдешь свежие сравнения, обзоры, другую интересную инфу о компьютерном железе. А еще тебя ждут скидочные промокоды для покупки компьютерных комплектующих по привлекательным ценам. Ссылку на канал ищи в описании под видео. В сборку за 100 килорублей отлично вписался комплект оперативной памяти DDR4 G-Skill EGIS, состоящий из двух 8-гигабитных планок с профилем XMP 3200 МГц при таймингах CL16. Стоит этот набор около 4000 рублей. Если впоследствии понадобится увеличить количество оперативки, сделать это будет несложно, два свободных слота еще осталось. В качестве накопителя я выбрал SSD Kingston NV2 емкостью 1 терабайт. Его можно купить примерно за 6000 рублей. Один M.2 мы только что заняли, еще один свободный слот остался, так что в случае чего увеличить можно будет не только количество оперативной памяти, но и общий объем накопителей. Интерфейс PCI-Express 4.0. Максимальная скорость последовательного чтения и записи составляет 3500 и 2100 МБ в секунду соответственно. Впрочем, эти показатели нам дают примерно ничего, поскольку для игр они не очень актуальны. С головой хватит и той скорости, которая останется после заполнения SLC кэша, даже если эту скорость поделить на 3. Что еще? Радиатора у накопителя нет, но он особо и не греется, DRM буфера тоже не наблюдается. А еще размер SLC кэша небольшой, всего 88 гигабайт. Но повторяюсь, для игрового компьютера это уже не так важно. Что действительно можно записать в недостатки, так это невысокий ресурс 320 TBW. А что делать? Придется как-то с этим жить. Паспортное значение TDP у процессора 105 Вт, к нему я взял кулер Zalman CNPS 9X Optima с рассеиваемой мощностью 180 Вт. Обойдется он порядка 2000 рублей. Башенка оснащена 120-мм вертушкой и четырьмя тепловыми трубками. При необходимости можно поставить вторую вертушку, но вряд ли это понадобится. Высота кулера 156 мм. Заявленный производителем уровень шума невелик, всего 26 дБ. Есть невырвиглазная однотонная белая подсветка, все лучше, чем кислотная цветомузыка, переливающаяся всеми цветами флага экстремистского ЛГБТ. Да, скорость вращения вентиля от 600 до 1500 оборотов в минуту. Для своей сборки я подобрал блок питания MSI MAC A650BN. Обойдется он примерно 5700 рублей. Как несложно догадаться по названию, модель 650-ваттная. По линии плюс 12 вольт выдает почти столько же 648. Бронзовый сертификат энергоэффективности хорошо, кабели не отстегивающиеся и без оплетки. Но это и не удивительно. Чего еще ждать, хоть и от надежного, но бюджетного варианта. Что еще? Работает блок довольно тихо, не греется, 650 ватт, хватит с головой. Естественно, после апгрейда ситуация может измениться. Мало ли, вдруг решишь поставить какую-нибудь RTX 4090 с энергопотреблением на уровне Звезды Смерти. Для игровой сборки за стука я подобрал прикольный аквариум PowerCase Mistral Micro A3B ARGB. Стоит он около 5000 рублей, даже чуть дешевле можно найти. Блок питания живет внизу. Из коробки корпус идет с тремя штатными вентиляторами, двумя 140-миллиметровыми и одним 120. Остаются незадействованными два посадочных места под вертушки, но для этой игровой сборки не актуально. С охладом и так все будет окей. Что еще? Вентиляторы с настраиваемой подсветкой, корпус компактный и симпатичный. Все. А теперь переходим к самому главному игровым тестам. Ну а что еще может быть главнее в игровой сборке, верно? Итак, что я могу сказать? А что говорить все явки и пароли перед тобой в трех разрешениях на ультрах без DLSS и Ray Tracing? Как видишь, для бескомпромиссной игры на ультрах Full HD производительности у RTX 4060 Ti выше крыши. Еще и на 2К хватит. А вот в 4К уже местами придется искать компромиссы между фреймрейтом и качеством графики. Делись своими мыслями в комментариях под видео, ставь лайк, подписывайся на канал в Телеграм.